На Мордовский экологический комбинат пригласили самых активных участников проекта школы утилизации электроника. Это организации, которые чаще всего отдавали старую технику на переработку. В номинации лидер программы среди органов власти республики лидером стал филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра. С 2018 года они обращались на Мордовский экологический комбинат более 15 раз. Мы неоднократно принимали участие. По данной программе у нас сдавалась устаревшая оргтехника, которая выработала свой ресурс. И по истечении определенного времени оформление соответствующих документов должна быть списана. Всего участниками программы стали более 340 организаций Мордовии из самых разных сфер. В рамках школы утилизации на экологическом комбинате принимали офисную, бытовую и медицинскую технику, батарейки и гаджеты. Электронные отходы во всей металлогии составляют всего в комплексе отходов в республике. В основном 4% по официальным отчетам данного материала. У нас содержится 3 четверти, то есть 75% всех опасных веществ, которые в принципе образуются и находятся в отходах. Проект школы утилизации электроника на сегодня самый масштабный механизм создания системы раздельного сбора и переработки электронных отходов в России. По итогам 2021 года республика вошла в тройку лидеров страны по сбору отслужившей техники. В Мордовии уже несколько лет активные позиции занимают в этом вопросе. И по цифрам нас озвучивает за несколько лет у нас собраны более 300 тысяч тонн электроники. Школы утилизации включают в себя не только переработку электронных отходов, но и экологическое просвещение. Программа постоянно расширяется в Мордовии, она реализуется при поддержке четырех министерств. Чтобы скоординировать их усилия, было подписано соглашение. В рамках программы школы утилизации электроники было подписано соглашение с министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики Мордовия Чадовым Игорем Анатольевичем по утилизации электроники на территории республики Мордовия. Также в этот день прошел второй чемпионат Мордовии по распайке компьютерных плат. Это один из этапов переработки электроники. В каждом элементе содержатся определенные вещества, поэтому каждую деталь утилизируют по-разному. Соревновались команды образовательных учреждений. За 20 минут надо было распаять как можно больше деталей, чтобы получать подсчет по количеству водов. Победителем чемпионата стала команда Саранского электромеханического колледжа. Те участники, которые лучше всех справились с заданием, кроме наград, получили предложение о работе в одном из крупных компьютерных магазинов. Ольга Данилова, Александр Овчинников, Народные новости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...